всем привет мои дорогие друзья и без меня знаете кто с вами на связи и мы продолжаем проходить sword of sin муж закатчу с прохождением и анализация под картом а значит и сама зачистка города нам тут уже остается совсем немножечко немножко печально конечно то что рисунка и до пройти этот город еще просто серия ну сейчас мы тоже сделаем первое чтобы здесь видим это грудь закровищ собираем ее и доходим здесь всего лишь однако кольцо давайте хотя посмотрим что тут собрали вот цель горя кольцо то очень даже неплохое кольцо скорости можно были сейчас сразу отдать рыцарю и у него теперь уже 24 делится скорости ну что ж то радует вот теперь у нас тут уже ходит сам первом среди персонажей атакуют эти хвосты и сразу убивает вообще замечательно так разберемся и проход дальше так и давайте-ка пойдемте вот сюда вот здесь мы увидим а еще на такую летучую мышь слабоглаза сажаем ее так и страшную после того как мы убиваем уже достать следующий день и сразу спадать и бафа лишь приятное известие ну так это уже как бы готов из этого сделал пробежку при записью и давайте поставь эту защиту от электричества потому что точно на этом следующий заливе встретиться эти клирики коллеги мари как они там называются они клирик так и давайте обычно это все эти предметы нашим магом и находим и кстати грелат эту скелета какую-то записку который говорит нам следующее они утащили бы уже черную башню но нам удалось бежать вид канализации ну и сами понимаете что здесь произошло разошли с ними не сам приятные вещи нажимают рычаг и по идее это на открыл какую-то дверь и точно как бы это единственное что из этого вытекает какой вывод так еще до записка так я знаю пути к софтей на самом деле надо было написать safety то есть спасению джош прятал его в одном из локов канализации харта ну чтож ладно будем знать так открываем эту дверь и давайте ка сейчас мы сделаем такой небольшой прикол не знаю знаете его об этом приколе ну в общем пока вы не видеть врагов они не видят вас работала прекрасно третье папе то бичмаки то что это работать на эту игру поэтому вот эти клирики карьеры панамы стреляя своими молниями быть не ладно и вот как-то так вот мысль не справляемся были здесь также их босс называется комик босс да и кстати говоря может сейчас сделать такой прикол чтобы нас этот босс вообще не ударил ни разу в общем а когда вот ваш персонаж достается вы можете просто взять и какие-то предметы увеличивающие ему скорость передать так чё то сейчас находит маг не знаю чего то связано ну по крайней мере этот босс вообще не раз не сходил не может не радовать так и эти предметы мы передаем уже нашему рыцарю как обычно так ну пожалуй листно что он тут ставится пока несколько слизней которым мы сейчас должны были справиться получи даже стрел вот один цирк то подошел как-то мудрец по нему то даже два раз промахнуться ну да фиг с ним открывайте садучки посмотрим что тут вообще все клирики слизня храняли очень много ботинок как и посмотрю кстати посмотришь и что находится в этих стоках опять быстро нашу мага потому что ну да все таки ему болезнь может достаться а он у нас как персонаж есть магический бог особая силы там меткость не понадобится так судаки у нас как обычно кровотвор ловушек них насколько я знаю никаких нет ну точнее как могут кори встреча случайно двое говорит про то что могут встретиться еще какие-то садуки с чистыми там ловушками как бы из них нет может не волноваться так ну и по идее тут уже все собрал дольки такие к нехило сокровищница была у этих леков мы по идее да тут уже спросили как остается где-то парочка улос который будет ходить в этой части а может быть всего лишь какой-то один отряд я не знаю точно ну по крайней мере мы туда еще успеем сходить а пока что давайте-ка спустимся на нижний этаж от канализации если что вы здесь увидим а увидим здесь ничего кроме темноты на самом деле поэтому ты ставим заклинание света наш клириком так и что касается этапа же здесь не будет вообще никаких противников зато здесь будет такой небольшой пазл в общем вам нужно будет как-то найти здесь оптимально путь чтобы добраться до какого-то сокровища страйну закрощих арт насколько понимаю ходит снова здесь на какой-то код маршрут от было сделать то есть сначала вы начинаете отсюда затем идете вот сюда прыгаете вот здесь и вот пожалуйста дети это двери открываете ее и забираете ту грудь сокровищ которые найдете так ну во первых десять тысяч золота 100 драгоценных камней и серебряный магический молот а то понадобится новую кузнецу так то что касается тут других зон тут на самом деле будут встречаться зоны вечно темноты то есть они у нас вырубают заклинание факелом а также здесь будут встречаться зоны виде телепортов которые будут относить вас куда-то сам начал локации ну это еще сам безвредно на самом деле в клетке которую я нахожу здесь и вообще до следующей клетки на встретиться более неприятно ловушка которая заденет всех ваших персонажей и почти все у них здоровье это берет а может быть вообще все в общем это будет что-то вроде не знаем каких-то маятников или копий точно пусть там будет ну в общем и на клетку впереди старайтесь не вставать так и что вы делал дальше я уже говорил предыдущей серии то что сейчас воспользоваться закинанием искажение времени чтобы перейти в следующий час канализации на это здесь на встретиться эти самые лосса так ну по идее там дальше ничего особо не будет мы а тут как раз и придем если мы скажу бы вернули будет сюда противников то у точно никаких нет уже все проверял такие вот пожалуйста макмус отравился и зато ускорить ничего не нашел или погодите 35 золотых короткий меч ну чтож ладно так теперь давайте-ка мы на все используют эту штуку добиваем так ну и кажется вот и все все какие противников то больше не осталось можно будет опять же искать то скелет нашу магом нашли тут какое-то зелье и давайте посмотрим чтобы здесь нашли нашли мы здесь зелье воскрешение что же плохо скринали кстати говорят на самых мощных она у вас будет убирать состояние искоренения этого персонажа и поднимать его с минимальным здоровьем то есть ну сами понимаете насколько мощно это были заклинание как бы скринеть это пожалуй при это состояние по игре еще даже хуже смерти потому что есть ваш персонаж искоренен и если его кто-то лудрец продамагать тогда у него вообще все вещи ломаются тут все даже те что по-моему не надета кто так получается так ну теперь давайте воспользуемся нашим камнем и скажите времени вернемся сюда вот и если вы тут всех победили тогда потом мы расскажем следующее то что спасибо за то что начите канализации и я вас вознагражаю двумя тысячи опыта каждого персонажа так вот все поднимаемся обратно в город и по идее после того как вы узнаете или канализации уже станут рабочим точнее встанет рабочий был местный фонтан или погодите местные колодец коррект так так ну тут у вас просто сокращается города вы там уже были нам туда что были час к мэру пойти чтобы должиться выполнена работе и это говорит то что все прекрасную все выполнено мы зачистили город и башню орлова от из их персонажей из их существ и теперь продолжайте с канализациями и черной башней ну по идее канализации мы так уже закончили и как рассказал мэр наше следующее цельное значение это черная башня да мы туда скоро отправимся не знаю точно с пемли бы сходить туда в этой серии ну знаю постараемся по крайней мере это сделать так она говорит и абсолютно же самое смотря на то что с канализацией мы уже закончили и по идее после того как мы уже все от города защистили можно будет вернуть обратно башню орлова и там поговорить с одним персонажем который станет уже доступен я не знаю почему мэр нам это нам сразу не говорит по идее он как раз должен были дать и вот это задание типа сходите башню орловой там поговорить с одним человеком знаю может быть по какому другому поводу скажут сообщение в общем восседатель будет на этом троне это самый человек это бэк дулак вот казалось бы здесь стал бы встретить пока орлова которых мы недавно встречали предыдущей серии а тут тут какой-то совершенно левый тип судя по имени какой-то граф взял захватил чужую башню ладно бог с ним главное то что чувак он хороший и он у нас будет ключевым персонажем в общем он вас благодарит за то что мы освободили город и теперь нам нужно будет выполнить еще одну задачу так источник создал своих самых мощных слуг и иммуном к большинству баки оружия и наша гильдя разработала 6 древних оружий которые способны убить даже его стражей так каждое это оружие будет наделено каким-то подпользованием даром который сделают те кто выносит еще более великими воинами и эти оружие были когда-то по оружие шести паладинов которые были убиты во время боя спасение савок хавока как злой спрятал те оружие и поставила на них очень хорошую стражу да нужно будет значит это все оружие найти и как только мы каждый из этих черных оружий будем ходить вы сможете возвращаться обратно к этому графу бекту лаку накладываться об этом и тогда она разблокирует их внутреннюю силу и после того как мы принесем моему все шесть этих оружий тогда нам что-то очень секретно расскажут что ж приятно будет знать это будет по сути наше основное задание по игре пока что стоит иметь это виду и сразу бы здесь находим еще до персонажи франсуаз видимо рейнджер который нас научит умению навигации это умение позволит ему безопасно ходить по пустыне например или по каким-то еще проблемным типом местности и тогда вы будет не будете тратить там слишком много дней например на путешествие и ваш персонаж там не будут уставать или как-то теряться ну в общем да и стоит взять это закинание господи и способность учета то что стоит она всего лишь там 100 золотых совершенно жалкие деньги для такого полезного менее и его можно вырезать только одну персонажу это будет вполне достаточно так ну и кажется вот и все чтобы пока что сможем тут сделать можно конечно сейчас зайти в храм и там подлечиться и забаваться пришел к тушке смотрел какой щас день ладно так мы по идее 10 лет посмотрим добавь плюс дети общейся замечательно да и вот жалко что не продемонстрирую особенно светит колодца в общем вот сможет ну да вот излечить ваших персонаж от болезни каких-то других неприятных состояние там скажем я да еще совершенно за бесплатно в общем приятный такой колодец жалко то что забыла о свойстве сейчас ну ладно фиг с ним как-нибудь потом к нему сходим и вам покажу его уникальное свойство пока же давайте да вот из этого города выходить и отправиться куда-нибудь еще как там сказали на нужно будет сейчас отправиться там черную башню и кстати говоря тут есть это такая особенность дело в том что когда попытайтесь вернуться обратно город просто встретит этот самый варвар который встречался вам скажем меч магии 5 и не пускал сюда и он сделает это абсолютно то же самое то есть снова сделать все черное дело у нас просто выгонит из города и сюда не запустят пока вас не будет пароли как вас прошутся фига мы спасли этот город а нам тут какой-то пропуск еще требуется ну в общем да купите у вас будет у здесь за 100 золотых деньги опять жалки ну знаете ли так как когда все глупо вы такие взяли спасли город у нас теперь все выпускают такие кстати говорят что касается местной гильдии на вот этом городе все-таки будет или то чтобы разблокировать вам нужно будет ползать зачистить этот 1 квадрата один я в принципе уже зачистил и помимо всего прочего вам нужно будет кинуть символическом монет какой-то колодец вот я не знаю почему это здесь обязательно ну в общем да это нужно колодец нам дает 5 единиц меткости крайне мере этот насколько я знаю вот этот колодец даст нам 5 единиц скорости и я бы вам не советовал сразу все магические монеты которые вы получите вкидывать и вот эти колодцы которые вам дают первой локации потому что ну сами понимаете не очень слабенькие а вот те колодцы которого встретим потом они уже будут куда более сильными потом встретим еще колодец который даст нам сразу 10 уровней то были даже такой вот встретим его где-то сам востоке то мира то будет находиться 2 по счету город мы туда еще направимся просто ребят иметь ввиду то что лучше будет эти монетки экономить на что-то более такое крутое так ну и да вот по идее сейчас нужно открыл с гильдия который находится здесь но прежде мы туда пойдем надо будет еще соответственно взять членство честно нас находится вот здесь гилд офис и стоит она в 500 золотых дольки такие немаленькие деньги нас тут уже просят берем только самым нужным персонажу то есть тех тем у которых есть магия так но прежде пойдем киде давайте еще заглянем сюда я дадим один с болотов вот этого кузнецу благодарит нам за то что мы вернули ему серебряный молот все по газетчику него теперь открыт но на самом деле здесь есть еще один который будет находиться где-то вот в этой части города насколько понимаю так ну и вот возвращаем у теперь красный болот и теперь у нас будет торговаться броней но а тот кузнец которому был нужен серебряный молот он будет у нас торговать оружием на самом деле не совсем пониматься чего тут собственно столько много этих различных магазинов которые продают так скажем магические вещи отдельно или там аксессуары все такое когда можно было делать всего лишь один единственный да и к тому же можно были ты вну случить его просто закинуть магазинчик греха ванна все-таки нас потом приедет такой заканья не как майк лоды вы туда можете спокойненько вернуться и пользоваться уже его услугами так ну и погодите-ка но сообщение делать ладно ну то что вы же готовы то что-то даст ладно давайте пожалуй что заканья вместо гильди там купим какие-то себе полезные заклинания тоже двинец куда-нибудь еще так у нас денег чуть меньше 16000 так что стоит тут подумать на тем что нам тусто и брать сам полезную ну для мага наверное сейчас 8 по уши и майк лойда также тема для лирика все основные баффы то есть благословения поле бонус героизм и затем такие лечащие заклинания как power кюр и через кюр и затем а бест мастер без мастер нас позволяет парализирует им животных насколько понимаем буду здесь все-таки определенная разновидность у монстров встречаться и вот даже на самых мощных заклинаний ой господи на самых мощных животных это заклинание будет действовать вообще безотказно он конечно иногда не будет срабатывать но все равно иметь ввиду то что лучше будет это заклинание все-таки приобрести очень помогает так затем паладину возьмем вот это заклинание затем терна дед уничтожение мертвых затем два лечащие заклинания пожалуй как-то так вот так но на остальное пожалуй знаем будут пожалуй тратиться не так уж на нему будут нужны какие-то остальные заклинания можно было бы конечно взять его там те же сама баф думаю мы с ним еще подождем ах да вот еще могу стоит взять такое заклинание как класс чародея которая на посвятить сразу всю карту но что касается вот это заклинание ясновидение уже вроде говорил то что на миска багнут или нет в общем его не стоит тут брать потому что в этой игре на будет совершенно бесполезно так и сразу да давайте поставим себя тут новое заклинание чародейского глаза все теперь у нас уже вся карта будет открыта случае чего мы сможем еще найти какие-то секреты слава богу тут их в этом городе уже больше нет ну все давайте выходить из карты тогда просто куда-нибудь еще ребята посмотрите да действительно какая красота вся карта вообще открыта теперь я теперь играть стал от на удовольствие так теперь давайте воспользоваться вот этим фонтаном которые даст нам 25 дополнительных или не здоровье по идее или 30 точно не помню во всяком случае дополнительных и п нам точно помешают затем пойдемте к этому который даст нам еще защита стихий и по моему вот где-то рядом еще находится один нпс и которому нужно будет отдать один кустовый предмет вот этому к этому греблина говорит о том что вот его изобразный жезл украли орки и теперь он хочет это жезл обратно и если мы ему отдадим он даст нам какую-то награду очень большую а никогда не доверяйте греблину и все она вообще ничего не дает какой-то странный квест на это сказать просто взял и забрал нас этот кустовый предмет который больше никогда не пригодится ну и фиг с ним с этим греблина не очень приятно было конечно с ним иметь дело ну а тем заданием выполнили это уже хотя бы что-то так заняту тысяч какой-то волк гонится волк позорный ходи отсюда как воспользоваться этим фонтаном и он обдавит по моему 50 единиц магии что же будет очень полезно так но ты уже все остановились больше на какие-то по идее накладывать не нужно и куда пойдем теперь давайте пойдем вот сюда вот потому что здесь нас будет находиться одно такое достаточно коротко подземелье это нас будет волчья яма или волчь пещера и рассказать это выглядит не совсем как пещера то выглядели скорее как такие вот катакомбы да какие-то веры они конечно знают толку песном перфейсе точнее интерфейсе скорее что называется то инфраструктуре так как то так вот и здесь мы находим волчье логово если как оказывается волк или на любит отдыхать вот на таких вот мусор на куча где полно всяких крыс тоже было приятно знать и вот эта куча теперь уже когда-то логическим образом исчезла сейчас замечательно так очень много пути на ты здесь конечно развешиваю это не случайно потому что здесь у нас есть и арахнида так и давайте поставим тут на себя сгинание защиты от кислоты скажу ради говоря о том что арахнида не могут прятать тем что могут накладывать яд и стеница подамагают и вот как раз защита от кислоты нас в этом случае спасает тушь даваку вообще не получаем соответственно ступик паре отправит так опасайтесь собрать курить на какое-то сообщение что ж будем иметь ввиду так и жара тут горит еще не дарах нет которым мы расправляемся естественно и вот эти я могу я бы вам посвящать не советовал потому что они будут носить вам очень много урона и я не знаю точно будет ли здесь работать левитация на кресло нет потому что игра что-то тут все-таки вас не проработана я вот тут особо доверять не стоит то что какие-то левитации работать на какие-то нет зрение как-то так вот мы по идее все мы волчь пещеру исследовали который оказался не фига не пещеры какие-то катакомбами и теперь давайте отправляться следующий меня локацию который будет называться урчи форт дал конечно эта игра очень богат на такие вот обычно локации небольшие но вносит определенную такую атмосферу этот я бы сказал ну как и следовало же дата нас тут основные противники то урки орки стражи ну что обычных орков у нас это вообще-то и не водится закидывать к обычному эту хижину который находим 100 золотых здесь вообще ничего нет здесь все парашка орков непонятно как такие два бугая вообще здесь поместились но ладно не имеет особого значения то все таки игра и кстати говорят в этой хищни мы нашли еще одного магическую монету ну потом пригодится как вы понимаете и кстати говорят я не знаю обратили вы сейчас внимание или нет ну в общем здесь был такой отбак с потолком дэм он принципе сейчас еще сохранился короче почему тут на улице еще до сих пор вот виден этот деревянный потолок а как только мы уходим отсюда тогда сразу же загорается небо и то что касается вот здесь вот казалось бы у нас тут стоят вот такие вот стены и может быть вы подумали то что это нас здание открыто воздухе где-то ты оказывается это у нас закрыт помещение так от фир просто прекрасно работа то что сделали баг на ту игру так нашли здесь орка шамана вся приятный тип который нас очень про дамагу сумка лодом очень плохо конечно что не поставлю тут защиту так затем защита от огня идет по идее все теперь уже максимально то всех стихии защищены вообще на этот день так мы поставили здесь ловушку да очень круто нашли здесь еще одну золотую монету точнее магическую да так и для чем от основа всех наших персонажей которые заснули еще больше орков стражей до свидания так я быстро хижина 50 золотых еще трое здесь ботиночки так еще один так говорят улицу жить и мне так бы как-то соследовать локаций торопиться кольцом мы кажется с ниженными все теперь давайте зайдем сюда пожалуй последний такая комнатушка про находим двух орков шаманов иметь ввиду то что находится они где-то вот на улице именно то что думай как они располагаются и охраняли здесь два ящика но возникает естественно ловушка будет затем здесь у нас еще несколько полезных предметов и давайте посмотрим что нам тут накидали накидали нам тут зелье контролирование животного вообще как-то странно звучит то что вы такие пьете зелье и все животного теперь подчиняются как по мне был бы куда были логично если бы это был свиток например потому что ну по идее когда вы колдуется к на небес мастер тогда вылетает такой вот не знаю некий подобие хладного луча наверно которая ну сразу же вот в остров и замораживают и получается так то что когда вы пьете это зелье то вы просто берете и вырыгиваете самый хладный луч все замечательно ну по крайней мере это хотя бы какое-то объяснение тому как это закинали работать зелье я не знаю точно какой тут еще можно будет дать объяснение да ладно так ну все цвета локации мы закончили отсюда пора уже выходить и ребят убедитесь стал то что локация полосы зачистили потому что обратно уж точно вернетесь то что все это то что происходит это то что форта превращается вокруг груду бусора с этими же крысами да понимать то что разработчикам было просто леет создавать какой-то отдельный спрайт или искать более подходящий просто взяли что-то из темной стороны ксина и вставили видимо они были небольшими любителями четвертой меч магии не знаю так теперь давайте переходить на другой берег тушь на здесь нас будут уже поджидать ну во-первых эти волки рахмиды видимо гости еще из этой пещеры которые мы недавно были так тебе до свидания так и обратить внимание на то костер будущий у нас пригодится каждому туда не пойдем каждого этика заберем вот этого паучишку и зайдем в следующий форт это нас фортограф вот между как многие сейчас подумали а в одновременно постройки например там герой 3-4 где всякие там огры то и жили так но здесь у нас огры то они будут на самом деле далеко не какими-то там широками вот такими вот богатых парнями из 5 бич магии то все как обычно кстати вот эти костерки и вот эти бревна не особо не дают их посещать особо смысле какого нет на уграни противники далеко не из приятных маски лирик он уже красный так что его стоит уже подлечить я думаю так давайте когда сможет даже используем закинание на через кюр в течение природы один его с помощью нашей силы земли так и теперь давайте-ка я подлечь его на нашу ворос получит канания power cure мощное целение и в чудо стерила этого даже не так круто маги зато отняла очень много ладно думаю пока что будет наиболее актуальными на это закинали далее плохо нам тут конечно доставляет проблем эти огры но и дуба можно были справиться и безусок проблем даже один пробег так между тем нас время подходит концу так что мы уже вряд ли успею пройти эту самую черную башню ладно хотя бы перемене локациями в этой серии ограничимся потому что еще что-то сделаем на следующей серии уже все будем уже точно черную башню проходить толкаться будет не то чтобы слишком крутая а будет находиться один довольно неприятный противник но все равно он не такая проходимая я бы сказал там нас из противника буду по большей части те же самую угры которых у сейчас встречаем на более последних этажах потом орки гоблины кремлина и с такое короче говоря да обычно такая братва из фракции сатанели например из третьих героев или например у варваров там в спири с первых и вторых ну я думаю понимаете о чем веду речь будут там такие ребята в основном ничего такого там особенно вы не ждите это поделили ну или стату что на что-то стоит обратить внимание так этот надо противника а потом будет своего рода боссом против него уже придется к каких хитрость проделать это то что играет фанатская и она от вас стоит бы требует прилагать какого-то скилла собу так вообще ничего не дает после кольчугу и по сути нам то что единственно что остается это вот где такой домик очень приятный а все почему потому что здесь у нас будет находиться еще да пожалуй черта которая состоит в этой игре в общем сейчас увидите какая именно вот веду заметили то что бери бы сейчас угра и на месте его появился еще какой-то и к тому же отвеченного противника это угар шаман он сумеет стрелять огнем противник конечно так себе учу-то то что так я нас тут защита станет еще даже слабее чем обычно игры но все равно может быть неприятным если вы не знаете тут уж такие ребята тут есть и если не знаете такой приколе как скажем а каждый день зато мы перешли мы противники вас не видели так что мы можем общаясь угры шамана ставить на потом покойник его игнорить и первую очередь ты разбирать именно таких вот основных ребят окно скорее всего тумаку лишил своей брони окончательно зато этих ребят муж победили и здесь конечно особенность то что вот в одном отряде может находиться даже далеко не три противника скажем больше где-то 4 штуки встречается так еще одна магическая монета и какой-то жезл давайте посмотрим так жезл а кстати говоря жезл телепортация очень даже неплохо потому что будет его и заряжать понимаете так огра страж кей это будет пожалуй своего рода босса эту не знаю подземелье код мини локации пускай будет не локать ладно в общем получили мы за нее тысячи золотых и какой-то доспех посмотрим так кстати говоря золотые фигеть не знаю кому-то стоит придать жалко то что клириках не может носить действительно да ну ладно пускай хотя бы рыцарь носит у нас будет своего рода танком у нас давайте мы оденем так это уже достается могу это у нас будет сам мощный модификатор на защиту от маги огня по плюс 30 и вот уже сразу так вот броню мы получаем уже самого начала игры неплохо как ребят согласитесь да так называем тут уже последних окров так еще один отряд остается так и нашли бы еще какой-то кустов предмет и ребятам наверно не за что не догадаетесь какой именно если вы успели то прочитать что-то было написано в общем ребята то священа корова я серьезно то есть взяли затащили как-то эту корову вот в этот сундук и закрыли непонятно правда еще зачем у тебя украина что было как от коровы священными и диване имели что-то против индусов так огур шаман суда не мы тебе говорим мы пожалуй то все или что тут остается то вот еще на такая вот куча сокровищ который находится уже 50 золотых и кинжал так вот просто огромные горы и такие вот совершенно смешные деньги и какой-то жалкий кинжальчик так ну ладно посмотрим что тут еще есть может быть я вне серии что-то умеешь персонажей все распределю ну ты что хотел бы обратить сразу на что внимание так это на ту что у нас появился еще один лук который мы сразу даем персонал же которую нет соответственно затем праща звуковая так а это еще одна булава которая с максимальным уроном от огня остается клирик у нас чуба нет так затем аки джанчик это для мага огненный дальше огненный трезубец не знаю помощи спредать мир то давайте дадим от паладину не знаю может ли это носить в одной руке жире не нет и с другой стороны тут есть еще топор то я не знаю наверно будет даже лучше чем горечь трезубец кстати может лет носить нигде плечу так не кажется на самом деле давать проверим слушайте может дать оденем так затем снимаем ему щит одеваем на утопорик и пожалуй вот и все другой стороны может обрет еще сейчас вот в урок передать этого статическую глефу ну и с оружием и как-то уже разобрались теперь наш персонаж уже стали более крутые не может не радовать но с остальными предметами нашей экипировки я буду разбираться уже не серии какой-то магазинчики так все сжигаем этот форт нам тут уже больше ничего не остается кроме как это сделать уже собрали всех убили так ну и жак то что через эти городе прибыли смогу и разобраться с этим архнидами ладно ставим как нет потом давайте пока что обратимся к этому костерку и встреча мы здесь все вождя орков который говорит нам о том что вот мы это мужчины теперь вот забирайте свой щит окей я это лишь принимаю так подлее что маги затем пойдем обратно сюда вот и найдем мы здесь еще один костер которым встречаем и здесь этот раз уже вождя логров который говорит на том что вот мы уничтожили орк урочи форт и причем мы в награду за это меч то есть нормально тогда вы уничтожили оба форта и за это нам еще дают какие-то награды и тихо hd ну просто нет слов это все фанаты так ладно что я сейчас наверно сделают поставлю здесь на убавку на самом деле уже стоит понемножечку тусер это заканчивается уже все где 3-4 минуты есть и не знаю что то еще может особо сделать может будет конечно сходить фарваром который находится где тут на севере эти ребята будут ролики неприятно я бы хотел их оставить как-нибудь и потом можно будет подлечиться наверно можно было бы конечно еще продемонстрировать работу местного колодца который будет находиться в карте но к сожалению нас никто из персонаж тут не болен или какие-то другие особенности не страдает но можно было бы на самом деле вкинуть еще одну монетку отсюда например или погодите это у нас несколько другой колодец это колодец роста и он требует у нас 50 драгоценных камней и ребят что этот колодец дает он нам дает один дополнительный уровень так что мы пожалуй что странно потом это будет своего рода вот древознание который будет встречаться первых мечей магии и наверно вот отсюда то она и берет свои корни да у дерева берется и кот это конечно очень многозначно звучит так и кстати говоря вот этот портал на самом деле не разрушен можно будет сюда зайти и вуаля портал игры heaven был уничтожен и что теперь уже не будет пути обратно да не говорите майклойда ребят все вот все решение проблемы так мы вернулись обратно наш первый город и сейчас у нас к сожалению первый день ну слава богу нас уже есть баф еще заклинание и они сразу будут бабать нас на плюс девять а если повезет у наш персонажу сейчас получит новый уровень и тогда все мы будем колдовать уже бафу и даже без нужды в храмах так и сразу кстати говоря нас перемещают за одну стенку до куда-то сюда мы телепортнулись или то чтобы отсюда выбраться нам нужно будет просто стен какой-то разбить вот мы можем где-то 200 до разбить вообще звучать на теперь выглядит этот город начали скажешь может даже вот эту разбить суть чего да это еще да такая доработка которая местах разработчиков то что немножечко ли предусмотрение координат куда нас тут отправляет самом деле стал бы куда чуть сюда вот отправиться она стиль портирует какую-то стену тоже очень круто так погодите мне нужно были сейчас ходить и трерочный зал сдаут на тренируемся мы до 10 уровня если что банками пользоваться не буду не собой я в этом нуждаюсь денег так будут кидать достаточно многовато так и дать пожалуй что мы остановим нашу серию рядом с магазином кстати говоря сейчас уже восьмой день можно будет с учетом сходить храмы там включить новую бафу ну и новую серию пожалуйста начну именно там то есть уже под забаванной и с распределенными вещичкой в своей двинтаре но сейчас серия наверно предлагаю закончить все спасибо что меня смотрели спасибо за ваше внимание с вами на связи был сами знаете кто всем пока удачи и до новых встреч сортов всем увидимся в следующей серии